Доброго времени суток, Катаны! Хочу порекомендовать вам сайт grizzle.ru Новое имя на рынке игровой валюты, наборы поставщиков Black Desert и других ММО. Все контакты для связи в описании видео. Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Юга, и это пятый выпуск шпаргалок по игре Black Desert Online. В пятом выпуске я бы хотел сделать упор на знание, что же это за такая часть контента, которая есть представлена в этой игре, и как с ней вообще работать, нужно ли нам это, и поехали! Знания в Black Desert можно получать абсолютно везде. Вы приходите на новую локацию или говорите с НПЦ, убиваете мобов, знания не повсюду. И это очень важно. Вы не должны упускать момент, чтобы, не зайдя в новый какой-нибудь населенный пункт, ферму, поговорить с ними. А сейчас объясню почему. Для начала, чтобы открыть пункт знаний, нужно нажать английскую клавишу H. Здесь знания представляются в виде подпунктов по определенным каким-то критериям. Люди, местность, экология, приключения, наука, ремесло и знакомство с Black Desert. Соответственно, здесь диаграмма абсолютно всех по процентам знаний, которые у вас есть. Давайте раскроем поподробнее. Хочу остановиться на знаниях местности. Есть три типа местности сейчас на старте игры. Это Беллинос, район города Веллия, Сирензия, район города Хидель и, соответственно, Кальфион. И окружающие его все фермы и локации. Соответственно, чтобы увидеть абсолютно всю координату, вы открываете Сирензию и смотрите, кто количество людей, которые находятся непосредственно в этом круге знаний. Здесь они все описываются. Здесь описываются все локации, все фермы, все ранчо. Соответственно, уже по ним вы ориентируетесь и смотрите, что вы открыли, а что нет. Зачем нужно тратить свое время в игре и изучать это все? Все очень просто. За каждое открытое знание вам даются очки работы, очки энергии. Как вы уже прекрасно знаете, в русской версии клиента очки энергии тратятся абсолютно на все и на перекрафт в том числе. Поэтому очень важно, чтобы у вас, если вы занимаетесь крафтом, было всегда их очень много. В среднем на Корее я максимально в ленивом режиме добивал, по-моему, до 140 очков энергии на одном из персонажей, просто проходя и разговаривая с НПЦ, убивая каких-то мобов. Но в основном это были просто беготня по НПЦ и открыванием их. На карте НПЦ, с которыми вы еще не поговорили, отображаются довольно-таки очень просто. Это знаки вопроса. Вы можете подойти к нему и увидеть восклицательный знак. Говорите с ним. И сейчас у нас, надеюсь, у нас сервак, что ли, начал лагать. Ух ты. А, да. Вы поговорили с ним и получили определенное знание. К сожалению, я, конечно, за такую заминку. Сегодня старт открытия проекта в России, 12 число. Немножечко сервер подлагивает. Мы поговорили с этим НПЦ, и он у нас отобразился в списке на эту территорию. Соответственно, знания получены. Почему очень-очень важно это делать? Очки энергии. Не забывайте про них. Не забывайте, что вам нужно и большое количество. Но если вы решили, что вы собираетесь пойти по пути гринда, и, допустим, первые... Не совмещать квесты, а именно грин-грин. В любом случае, я вам советую часа на два вернуться или там на часик в денек и побегать по локации, пособирать эти знания. Они вам в любом случае обязательно понадобятся. Чем больше знаний будет у вас, мои дорогие друзья, тем прекрасные рыжие девушки в храме Валькирии будут всегда восторгаться вами. А если по-серьезному, то хочу также уделить внимание одному очень важному монету, что касается именно знаний. Когда вы убиваете мобов, вы также получаете знания, как я говорил ранее. Так вот, у каждого типа знаний есть свой определенный грейд. Это или же грейд самый, допустим, мощный А+, или, допустим, самый плохой, насколько мне помню, изменяет С. Их можно посмотреть в разделе экологии. Открываем любую местность, допустим, серендию, открываем бесы и видим грейды, которые мы изучили. А, С, С, Б. Соответственно, на что влияют эти грейды? Они влияют на получаемый дроп с тех или иных мобов. Также из боссов. Но что, как вообще, как быть, допустим, если вы били определенных мобов, вы на которых качаетесь, допустим, ну, уже выпьете десятник, и получили там Б, С грейд. Ну, С грейд, ну, фу же. Ну, зачем он мне нужен? Что мне делать? Как мне быть? Как избавиться от этого? Это все очень просто. В Калифионе, в храме Валькирии, вы должны, вот он здесь располагается, вы должны найти такого НПЦ, как библиотекарь Анна Лиза, по-моему, как-то так. Анна Лиза, по-моему, это должно быть два раздельных слова. Ну, да, вот. Ну, допустим. Мы с ней говорим и смотрим, что есть из менюшек. Есть магазин, есть знания в магазине, и, соответственно, за определенные денежки вы можете их приобрести. Вот. Но я их приобретать не буду, зачем мне это надо? Я лучше все сам изучу. Ну, в крайнем случае, какие-нибудь они допонадобятся. Куплю. Не суть. Нам это сейчас не важно. Знания. Открываем этот пункт. Здесь экология. Здесь вы можете поискать, какой монстр нас интересует. Допустим, бес. Вот. Бесы Балиноса. Соответственно, все они здесь есть. Тотемы, Стальные Войны. И на каждую у нас идет определенный свой тип знаний. Вот Б. Нам не нужно Б. Что мы делаем? Мы удаляем знания. Каждое удаление знаний стоит 10 очков энергии. Это обязательно нужно знать, чтобы в пустую сюда не бежать и, соответственно, не прогореть со временем. Не нравится нам Грейт Б. Удаляем знания. Все. Это знание было удалено. Соответственно, очки энергии потратились. И вы так снова приходите на этих мобов и набиваете, чтобы у вас открылся А-Грейт. Соответственно, открывается А-Грейт. Вы выбиваете гораздо вкусные вещи и в больших количествах. Вы лучше всех. Такой маленький лайфхак-полезность. Не забывайте об этом, что это действует также на боссов. Соответственно, если вы на боссе получили очень плохой Грейт, вы можете прийти в библиотекарше за 10 очков энергии, избавиться от этого знания и, соответственно, далее убивая, получить максимальные. Ну вот, для красоты А-шечку. И будет тогда у вас все замечательно. Надеюсь, это видео-шпаргалка была полезна для вас и вы узнали что-то новое в мире освоения черной пустыни. Не забывайте о знаниях, не забывайте, что они дают энергию, что так полезно на русских серверах. Изучайте игру, открывайте новые локации, меняйте грейды мобов, чтобы выбивать с них полезные вещи в больших количествах. С вами был Юга. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте вот такой большой палец, расскажите о нем своим друзьям и подпишитесь на мой YouTube-канал. Это очень-очень-очень сильно мне поможет. Также не забываю вам напоминать, что мои эфиры по игре Black Desert проходят каждый день на Twitch и GoodGame канале. Также сейчас открылся раздел на GoHaTv. Все в описании под видео. До новых встреч в мире черной пустыни и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok